Большое спасибо за тёплые слова. Мне очень приятно выступать сегодня перед вами. Я бы хотел обсудить последние достижения в области лечения гепатоцеллярной карциномы, а также злокачных опухолей, жертвевыводящих путей. Последние годы мы наблюдали значительные достижения в лечении этого типа опухоли, и мне очень приятно представить вам результаты этих исследований. В этом слайде представлен конфликт интересов. И тема моего доклада, который звучит как «Современные стандарты терапии и исследования, изменившие принципы лечения рака печени и жертвевыводящих путей». Позвольте начать с представления современных рекомендаций по лечению гепатоцеллярной карциномы, разработанной Европейским обществом медицинской онкологии. Здесь представлена версия 2019 года, а сейчас мы работаем над обновлением. Итак, говоря о пациентах, страдающих раком печени, мы должны понимать, что речь идет о четырех группах пациентов. Первая группа представляет раннюю стадию опухоли или стадию А по барселонской классификации. Эти пациенты являются хорошими кандидатами для пересадки печени и других методов местного лечения. Далее мы видим стадию Б, которая представлена опухолю большего размера, но в пределах антомических границ печени, и у таких пациентов, как правило, не развивается значительная сосудистая инфилитрация. Данная стадия предполагает также проведение резекции, а также трансартериальных методов лечения. Прежде всего, это трансартериальная химио-имболизация, или процедура ТЭЙС, которая является самым частым применяемым методом лечения пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. Стадия С представляет более позднюю стадию и состоит из пациентов, имеющих признаки внепеченочного роста и сосудистой инвазии. В течение многих лет в нашем распоряжении был лишь один препарат Сарафинид, но за последние годы было проведено несколько исследований третьей фазы препаратов первой и второй линии терапии. Итак, что же мы имеем в настоящее время? Это препараты Сарафинид и Ленватинид, которые позволяют принимать решения на первой линии терапии, и три препарата, одобренные Европейским медицинским агентством, для второй линии терапии. Таким образом, у нас имеется метод системной терапии гепатоцеллюлярной карциномы в настоящее время. И в связи с этим большую важность имеет возможность включения системных препаратов в схему лечения стадии B. А при разработке рекомендаций мы исходили из того, что большинству пациентов требуется проведение химиоэмболизации перед назначением системной терапии. Но я полагаю, что в настоящее время эти взгляды пересматриваются, и пациенты, имеющие более позднюю стадию заболеваний по барселонской классификации в пределах печени, возможно проведение системной терапии уже на первой линии. Мы можем проводить химиоэмболизацию у некоторых пациентов, и следующим важным моментом является определение момента неудачи системной терапии. И даже несмотря на то, что пациент все еще находится на стадии B по барселонской классификации, таким пациентам нужно начинать системную терапию. Почему я об этом говорю? Прежде всего, нам необходимо представить доказательства, количество показаний для проведения ТЭЙС. И мы можем найти такое подтверждение в исследовании, опубликованном много лет назад. И в этом исследовании медиана общей выживаемости после проведения ТЭЙС была значительно увеличена. Но даже в этой отобранной группе пациентов медиана общей выживаемости не превышала 28 месяцев. Я хотел бы, чтобы вы это запомнили. В исследовании получены положительные результаты, и, несомненно, химиоэмболизация имеет свое место в лечении пациентов стадии B по барселонской классификации. Но в более поздних исследованиях проведение ретроспективного анализа позволило получить очень интересный результат. Речь идет о мета-анализе, который был опубликован 4 года назад, включавшем более 10 тысяч пациентов. И как мы можем видеть на данном графике, в эти исследования включались также неотобранные пациенты. Это, как можно было видеть, приводило к существенному укорочению медианы выживаемости до 19 месяцев, как видно на этом графике. Но, с другой стороны, что мы можем увидеть, что имеется значительная доля пациентов, доживших до 3 и 5 лет, что означает, что при правильном подборе пациентов на проведение химиоэмболизации мы можем добиться хорошего контроля над опухолевым процессом и общей выживаемостью. И, с другой стороны, если этого не делать, общая выживаемость будет очень низкой. Но как же мы можем решить, какие пациенты являются лучшими кандидатами для проведения химиоэмболизации? Я могу представить вам исследование, в котором изучались прогностические факторы эффективности процедуры химиоэмболизации. Если мы посмотрим на результаты этих исследований, то станет ясно, что существует два фактора. Это функция печени и так называемая шкала ХАП, в которой используются билирубин и показатели опухолевой нагрузки. И наши коллеги из Великобритании также предложили включить уровень альфа-фетопротеина и размер опухоли. Диаметр 7 см является верхней границей для проведения химиоэмболизации. На основе этих показателей была разработана очень простая шкала. Уровень альбумина и билирубина должен быть нормальным. При превышении за каждый показатель добавляется один балл. Также при превышении уровня альфа-фетопротеина и при превышении опухоли более 7 см добавляется еще по одному баллу. Таким образом, при наличии опухоли небольшого размера и нормальном уровне альбумина и билирубина, нормальном уровне альфа-фетопротеина и размере опухоли не более 7 см, мы получаем 0 баллов. И, соответственно, при наличии повышения данных показателей добавляются баллы 1, 2, и мы получаем более высокие баллы по шкале ХАП, что оказывает существенное влияние на выживаемость. Эта гипотеза была подтверждена как в ретроспективных, так и в проспективных исследованиях. Таким образом, на стадии А выживаемость соответствует 33 месяцам. С другой стороны, при повышении баллов по шкале ХАП выживаемость падает. Например, при наличии крупной опухоли или повышении уровня альфа-фетопротеина, ожидаемая продолжительность жизни снижается до 26 месяцев, и при наличии 2 баллов и более медиана выживаемости снижается до 17,9 месяцев. Об этом необходимо помнить при подборе пациента для проведения трансартериальной химиоэмбилизации. Это должны быть пациенты с нормальной функцией печени, небольшой опухолью и нормальным уровнем альфа-фетопротеина. Эти результаты были воспроизведены в сотрудничестве с Филиппом Джонсоном из Великобритании, который проанализировал данные о более чем 4 тысяч пациентов по всему миру. В этом исследовании при анализе общей выживаемости в форме мета-анализа, аналогично исследованию, проведенном под руководством Лентьйоне, было продемонстрировано значение общей выживаемости в 18,4 месяца. Это довольно доказательные данные. То есть мы имеем укорочение общей выживаемости до менее двух лет. Следующий вопрос. Когда нужно прекращать попытки проведения химиоэмболизации? Ответ здесь довольно простой. Мы должны смотреть, как пациент отвечает на терапию. При наличии глубокого стабильного ответа мы можем ожидать хорошую выживаемость. 36 месяцев и более. С другой стороны, при наличии частичного ответа, но все-таки опухоль отвечает, медиана выживаемости падает до 21 месяца. И это очень важно. При стабилизации заболевания медиана выживаемости достигает 14 месяцев. И это объясняет, что при проведении двух эмболизаций и если опухоль не отвечает на терапию, я бы рекомендовал прекратить местное лечение и перейти на системную терапию. Потому что сейчас существует большое количество таких препаратов. И если мы посмотрим возможные варианты системной терапии, мы увидим два препарата. Ленватениб и сарафениб. Первым исследованием, в котором были получены положительные результаты, это было глобальное исследование, третьей фазой, было продемонстрировано как минимум не меньшая эффективность ленватениба по сравнению с сарафенибом. Исследование с демонстрацией не меньшей эффективности всегда вызывает большое количество вопросов с точки зрения пользы для пациента. Но я считаю, что в отношении выживаемости без прогрессирования и времени до прогрессирования опухоли была продемонстрирована более высокая эффективность ленватениба по сравнению с сарафенибом у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. И в большом количестве стран Европы, а также Соединенных Штатов и Японии ленватениб в настоящее время стал стандартом терапии. В настоящее время большую важность представляет возможность последовательной терапии гепатоцеллюлярного рака. Было одобрано три препарата в третьей фазе клинических исследований для второй линии терапии. В этих исследованиях использовались различные критерии включения, но мы можем основываться на этих исследованиях при назначении второй линии терапии. Регурафениб назначался пациентам, которые хорошо переносили сарафениб. То есть пациент должен был получать сарафениб в течение минимума четырех недель, и на фоне прогрессирования заболеваний он переводился на регурафениб, что являлось одним из критериев. С другой стороны, препарат Кабузантениб можно назначать пациентам с непереносимостью сарафениба, и этот препарат изучался в третьей линии терапии. Таким образом, он имеет довольно широкие показания к применению второй-третьей линии терапии. И последний препарат Рамицирумаб, который не относится к классу ингибиторов тирозин киназы и обладает более благоприятным профилем переносимости. Этот препарат можно назначать пациентам, имеющим высокий уровень альфа-фетопротеина, что определяет неблагоприятный прогноз таких пациентов. В рамках второй линии терапии у пациентов сравнивались следующие препараты, представленные на этом слайде. Данные исследования были вполне сопоставимы по критериям включения в отношении вирусного гепатита и так далее. Что касается сравнения эффективности, я хочу показать вам данные по пембролизумабу, которые были основаны на крупном исследовании по улучшению выживаемости, но со статистической точки зрения были получены отрицательные результаты. Если мы сравним эффективность этих препаратов во второй линии, они вполне сопоставимы. Ингибиторы тирозин киназы не всегда вызывают ответ у пациентов и в отношении общей выживаемости. Мы видим, что во всех исследованиях получено показатель 10 месяцев. Таким образом, мы получаем хорошие возможности для наших пациентов во второй линии терапии. И я лично считаю, что если мы говорим о возможности перевода пациентов на эти препараты, то это можно делать, даже в случае, если необходимо проводить третью и четвертую линию терапии при сохранности функций печени у пациентов и в общем состоянии. Сейчас мы должны с вами обсудить результаты, полученные в сравнении от Эзали-Зумаба и Бевец-Зумаба. Речь идет о исследованиях первой Б-фазы, в которых были показаны замечательные результаты, высокая частота полного ответа, достигающая 30% у пациентов с поздней стадией опухоли. Эти исследования были подтверждены в третьей фазе клинических исследований, в исследовании Эмбрейв-150, и результаты этого исследования были опубликованы на Азиатском конгрессе ЭСМО в конце прошлого года. В исследованиях были использованы две конечные точки — выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Предварительный анализ показал, что были достигнуты обе конечные точки. Существенно улучшилась выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Отношение риска составило 0,58, и, как мы видим, большое количество событий не были включены в анализ, но, тем не менее, в этом исследовании были получены положительные результаты. В отношении сарафинибы было получено медиана выживаемость 13 месяцев, а в отношении Атеза Лизумаба и Бево Цизумаба медиана выживаемости так и не была достигнута в течение 17 месяцев наблюдения. Я ожидаю, что в этом случае медиана выживаемости будет находиться где-то от 17 до 20 месяцев, но мы должны с вами дождаться публикации окончательных результатов. Речь идёт о терапии третьей линии, и мы с нетерпением ждём данных результатов. Анализируя общие исходы исследования третьей фазы, мы можем видеть, что те препараты, которые используются в настоящее время, не только в первой линии терапии, но и во второй линии терапии, оказывают существенное влияние на улучшение медианы общей выживаемости. В течение длительного времени медиана общей выживаемости не превышала одного года, но, начиная с исследования рефоритов, мы видим увеличение медианы общей выживаемости в каждом последующем исследовании, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидим первое исследование третьей фазы с медианой выживаемости, приближающейся к 20 месяцам. Да, у нас для этого есть все возможности. Все развивается, и сейчас мы видим возможность применения первой комбинации иммунных препаратов. Эти комбинации активно изучаются. на этом слайде представлены результаты, которые были опубликованы не так давно, и, как мы видим, продемонстрируют очень высокую эффективность данных комбинаций, особенно если мы будем оценивать результаты в соответствии с критериями М-рецист. Была получена довольно высокая частота полного ответа и частичного ответа, и, как мы видим, медиана выживаемости без прогрессирования и медиана общей выживаемости постоянно увеличиваются, и если изначально мы имели медиану без прогрессирования 10 месяцев, то сейчас речь идет о почти двухлетней общей выживаемости. Таким образом, благодаря внедрению комбинированных методов лечения, нам удалось достичь существенного прогресса, и я надеюсь, что в будущем наши возможности будут еще расширяться в отношении новых комбинаций, которые мы с нетерпением ждем уже в ближайшем будущем. По тем слайдам, которые я вам показал, можно сделать вывод о переходе с ингибитов тирозин киназы на иммунные препараты. И следующим стандартным терапией будет комбинация отезолизумаба-бевоцезумаба. Мы должны будем принимать решения в зависимости от продемонстрированных препаратами эффективности, а также безопасности и качества жизни пациентов, которые станут основными определяющими факторами терапии. Кроме того, у нас есть несколько дополнительных препаратов на второй линии терапии. И в Европе, и в Германии сарафини подобран для применения вне зависимости от линии терапии. Вместе с ленвотинибом, отезолизумабом и бевоцезумабом. Нам нужно начинать программы о компенсации расходов на лечение этими препаратами и также внедрение сарафиниба на третьей линии терапии. В этом смысле нам удалось достичь существенных успехов. Итак, основные моменты, о которых я вам хотел сказать, это мультидисциплинарный подход. Нужно создавать мультидисциплинарные консилиумы и с большой осторожностью принимать решения совместно с различными специалистами, особенно в отношении наилучшего метода для конкретного пациента. Кроме того, необходимо четко определить момент и показания к переходу с местной на системную терапию. Как я уже говорил, трансартериальная химиомобилизация подходит для пациентов на ранних стадиях заболевания, но для поздних стадиях опухоли, уже в рамках первой линии терапии, мы должны рассматривать именно системное лечение. Я не стал представлять данные по 90-му итрию, потому что результаты исследований были получены отрицательно, но существует определенная подгруппа пациентов с хорошей функцией печени, у которых можно применять итрий. Как я уже говорил, в исследовании Embrave 150 удалось продемонстрировать эффективный переход с ингибиторотерозин киназы на иммунные препараты, которые станут в будущем основной комбинацией для лечения рака печени во второй и третьей линии терапии, независимо от того, что было использовано в первой линии. Но мы должны получить подтверждение этого в клинических исследованиях, но я не уверен, что все комбинации будут изучаться и дойдут второй и третьей фазы клинических исследований. Мы получаем новые возможности и новые комбинации лекарственных препаратов, которые позволят добиться лечебного патоморфоза во второй линии терапии и будут разрабатываться новые стратегии терапии, которые мы будем использовать в будущем. Очень важным моментом являются функции печени, но, к сожалению, у большинства наших пациентов имеются два заболевания печени, которые приводят к циррозу печени, сопровождающимся существенным снижением функции печени, независимо от прогрессирования опухолевого процесса, что, конечно, ограничивает возможности последовательного применения препаратов из-за выраженного снижения функции печени, который как раз и будет ограничивать возможность применения этих препаратов, а не сам опухолевый процесс. А сейчас я хотел бы перейти к обсуждению рака желчевыводящих путей. Я хочу представить вам несколько исследований. Прежде всего, это исследование Билл Кэп. С формальной точки зрения это исследование было негативным, но в нем было продемонстрировано, что при добавлении адювантной терапии пациентам с холангиокарциномой улучшалась общая выживаемость, несмотря на невозможность достижения статистических достоверных различий в этом исследовании. Назначение пациентам капицитабина в рамках адювантной терапии как правило проводится в рамках клинических исследований. Также имеется возможность добавления гемцитабина, который применялся в течение многих лет. И также этот препарат продемонстрировал свою эффективность во второй линии терапии. Это исследование ABC06, которое было проведено в соответствии с британскими стандартами. Я не уверен, что всем пациентам можно назначать схему Фолфокс, которые ранее получали гемцитабин, или цисплатин в рамках первой линии терапии, вплоть до прогрессирования. И я не уверен, что данная схема с перевод пациентов на Оксалиплатин позволит улучшить результаты лечения. Но тем не менее, все эти схемы были испробованы в данном исследовании, и как было показано, что Оксалиплатин может быть хорошим стандартом терапии при применении совместно с Иринотыканом в рамках второй линии терапии. Но самым важным и наиболее значимым результатом в лечении рака желчных путей это геномные альтерации опухоли желчных путей. Как мы ранее слышали с раком поджелудочной железы, все больше и больше внимания привлекает влияние лекарственных препаратов на геномные характеристики опухоли. были проведены проспективные исследования, в которых продемонстрируют, что до половины пациентов имеют геномные альтерации. В настоящее время исследуются препараты второй и третьей фазы. И сейчас я вкратце представлю вам две альтерации, которые представляют для нас наибольший интерес. Первая — это слияние FGFR, которое очень сложно выявлять и диагностировать. И требуется проведение фундаментальных исследований, связанных с проведением секвенирования генома опухоли у пациентов, имеющих рак желчных путей. И благодаря этим исследованиям удалось выделить группу ингибиторов FGFR, которую можно использовать у этих пациентов. И эти препараты улучшают общую выживаемость пациентов. В настоящее время проводятся исследования третьей фазы, в которой изучаются ингибиторы рецепторов факторов роста фибробласта. Другой интересной альтерацией является мутация изоцитраты гидрогеназы, и было продемонстрировано одно рандомизированное исследование, гидрогеназы, в котором и возединил сравнивался с плацебо в рамках второй линии терапии. Как мы можем видеть на этом графике выживаемости без прогрессирования, отношение рисков составило 0,37. И также мы можем видеть по профилю кривой выживаемости без прогрессирования, что не все пациенты отвечали, а 30 до 40% пациентов не продемонстрировали никакого эффекта этого препарата. Но, тем не менее, учитывая отношение рисков 0,37, которое было статистически значимо, позволяет сделать очень важные выводы. Но нужно понимать, что данные результаты в какой-то степени разбавлены, если так можно сказать, но при проведении статистического анализа было продемонстрировано существенное улучшение выживаемости без прогрессирования при добавлении ивозитенипа у пациентов, имеющих рак желчных путей и мутацию изоцитрат дегидрогеназы. Теперь хотел бы несколько слов сказать о иммунных препаратах при раке желчных путей, в отличие от гепатоцеллярной карциномы, иммунные препараты не продемонстрировали значительной эффективности. Однако мы можем использовать один из важных биологических маркеров, к которому относится микросателлитная нестабильность. Как было продемонстрировано у пациентов с раком желчных путей, применение пембролизумаба, который продемонстрировал свою эффективность в условиях микросателлитной нестабильности, было довольно показательно. При раке поджелудочной железы, даже в условиях микросателлитной нестабильности, как уже было сказано, пембролизумаб не продемонстрировал своей эффективности. Рак желчных путей находится где-то посередине, но в отличие от этих форм локачных опухолей при колоректальном рамке было продемонстрировано наилучшая эффективность пембролизумава. В настоящее время проводится большое количество исследований на тему иммунных препаратов, адювантной терапии. На этом я хотел бы завершить свой доклад. Осталось всего лишь несколько слайдов. По адювантной терапии можно рассматривать современный препарат Кселдо, который может применяться в данной схеме. В отношении химиотерапии цисплатин, гемцитабин являются в настоящее время стандартным терапией первой линии. Протокол Фолфокс является стандартом для второй линии терапии. За последнее время было разработано большое количество таргетных препаратов, например, при наличии мутаций из-за тетрадокидрогеназа ХЕР-2, положительных и отрицательных раков, ингибиторы рецепторов факторов роста фибробластов. И последние годы для некоторых форм рака достигнуты существенные результаты, в том числе раки желчных путей, а также мутации БИРАФ. И современные иммунные препараты, особенно в условиях микросателлитной нестабильности, открывают новые перспективы. Но мы должны исследовать новые комбинации препаратов и значения биологических маркеров. Спасибо за внимание. Спасибо.